В университете шли. Точно знали, что в 6 часов мы начинаем. Университет большой, вход свободный. 21 тысяча студентов из 18 стран, абитуриенты. И присутствовали тут из городской администрации, краевой, из КГБ, и кого только не было. Вначале я даже проводил в вахтовом зале. Это аудитория примерно 750 человек. А потом одна аудитория, ну тоже университетская, довольно большая. И начинали так. Вставали и пели Царю Небесную Утешителю, как всегда. А тут большие грифельные доски, две. И у них внизу так жалобок, туда мел ложить, а туда иконы нас стояли. Спасители, Богородица и Николы Чудотворца, Христос посредине. И что интересно, вот с правой стороны Богородица, с левой Николы Чудотворец. Кто-то пишет записку, неправильно поставили, надо наоборот. С левой стороны Богородицу, я ее поставил, тут же прям при них. Я говорю, вот записка такая, я никакого роли не предаю. Но я уже точно знаю, этот человек пришел в последний раз, его завтра уже не будет. И дальше, вот сколько раз было, больше я не стал переставлять. Как это связано с этим, не знаю. То ли от стыда не приходит, то ли что. А однажды даже две женщины подошли, она говорит, мы мать и дочь. В черном одеты и говорят, мы занимаемся колдовством. Мы много слышали о ваших занятиях, мы пришли разрушить их. Но выше, когда мы начали молиться, пропели Царю Небесную, я всей аудитории объявил. Вот к нам пришли такие-то люди. Давайте помолимся. Мы помолились, их как ветром выдуло. И больше ноги не было. Ну, общественная молитва. Пришел ректор Евсегнеев Владимир Васильевич. Но его расположение нельзя выразить как. Где бы он меня не встретил, среди профессорского состава. Ну, такой университет, сколько их там академиков. Он из-за стола выйдет, обнимет, поцелует и поклонится. Я преклоняюсь перед этим человеком, скажет. Вообще. Что вот мы занятия ведем, мы можем дать более обширную аудиторию. И снабдить ее всем необходимым, чтобы это на доске было видно, как телевидение, когда показывают. Вот теперь его уже нету. И вот начинали Царю Небесный. И я начал объяснять эту молитву. Объяснение довольно продолжительное. 20 минут примерно. И у меня вышло 60 проповедей разъяснения этой молитвы. Без повторов. И вот священники там все, кто... Где они? Не знаю, где они. 60 проповедей на эту коротенькую молитву. Они никто не слышали об этом. Вот это игумен, там сахар, все. Это такие богословы. Я говорю, я этого не знаю. Я просто... Люди знают их. Вот Андрея Критского канон не знает. Мы его весь там проходили. По порядку. Полная программа у меня была в начале 4,5 года в университете, потом 5 лет. Одновременно тут же шла подготовка к окрещению. Тогда много было людей отовсюду приходили. Моя ошибка, а она была умышленная. Никого не звать к себе. Это действует и сегодня у нас. И кто просится, тогда они пишут заявление, писанное и все. Ну а почему так? Боязнь, что увидят не христиан, а карикатуру. Я объясняю так, и все смеются. Если у вас карикатура, то нас вообще нету. Одна узнала, учительница, где-то вот техникум преподавала и говорит, он будет выбрать выборы, надо обязательно Бориса Николаевича выбрать. Я говорю, я вообще не голосую. Как не голосуете? Надо голосовать. Он сказал, голову там или руки положу на рельсы, если не исполню то, что предвыборная кампания. И потом этой женщины не стало. Одна же иду она, а когда института там идет, ух, я вас встретила. Как я просчитала? Да он же пьяниц, да он же ничего не сделал. Как хорошо вы сделали, что не пошли голосовать. А я руку приложила к нему. Да твоя рука ничего не значит. Успокойся. Вот я некоторые моменты вспоминаю, как это было. И вдруг из Москвы пришло указание запретить использовать университетские аудитории, кем бы то ни было. Из-за меня ходатайствовал ректор, бывший губернатор. В Москве и везде нет. Потому что стали пользоваться дурно. Что попало делать? Пострадали и мы. То же самое и в тюрьме. Вход был свободен. Мы приходили, шли по камерам и вдруг все перекрыли. А почему? Кто-то передал тайно оружие или что-то. Ну что-то такое очень нехорошее. Ну по-другому никак. Я брал бумагу отходы главной редакции Алтайской правды. И разносил ее тогда. Очень туго было с бумагой. Я стоял рюкзаками, переплетчик. Переплетал огромные такие из чистой бумаги, как журналы. Студенты приходили по нескольку рюкзаков, шитые, обрезанные. Все как надо. И тоже запретили. Но тут я уже не стерпел. И обратился к мэру города, к университетским, к ректорам, в краевую прокуратуру, в краевой суд, в депутатский корпус. Всех поднял. Ну и пошли все заявления директору Грохотов Владимир Георгиевич. Я прихожу, он сидит, чуть не за голову схватился. Тут валом идут ходатайства. Да идите, берите, что вам надо. Я такого и не видал, столько ходатайств. Кое-что сохранилось. А почему? Все слышали. И он однажды говорит. Коснулось крестить мне внука. Я пришел, и они там что-то делают. Я подошел, глянул, а там воды-то и нету. Я говорю, мне сделайте полное погружение, полное. А почему? Положено так. Он мне сам рассказывает. Да вода холодная, подогрейте. Да это долго будет. Подожду. А сам улыбается. Как они недовольны были. Это я показываю квиток, я уже все заплатил, дескать. Ну, больше ничего не мог сделать. Они меня не провели. Я вижу, что они делают неправильно. Вот как будто бы он не слышал об этом. Просто хороший человек. Рассказывает. А один знакомый ваш, у меня соседом живет. И он женился. А невеста не расположена к нему была. Или что-то не очень как. А когда она вышла за него замуж, когда дружили вроде не так, то она увидела, какой он прекрасный человек. И теперь там любовь не разлей водой. Вот как. Стерпится, слюбится. Я попутно все это говорю. Вот какие люди встречаются. И как через них Господь находит новые души. А я бумагу эту разносил в суды, в больницы, в школы. Тоннами. Я ходил утром рано в типографию. Посчитал, сколько я прошел. 3400 километров с рюкзаками. Маленько подальше Москвы. А говорит, ничего нельзя делать. А вот Бог благословил. С позвоночником операция была. Еще две грыжи. И Господь все равно благословил. И наоборот, укрепил здоровье. Никогда руки не складываешь. Что бы ни было, кто бы ни был против. Смиряйся со Словом Божиим. Благословляйся и в путь, дорогу. И так, Георгий, в дорогу. Аминь.